Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на пятом вебинаре цикла «Диалог открывает мир». И сегодня у нас в гостях замечательная детская писательница Ирина Краева, а модератор встреч Наталья Евгеньевна Кутенникова, кандидат педагогических наук, доцент, методист школы Маяковского города Москвы. Наталья Евгеньевна, я передаю вам слово, но прежде чем Наталья Евгеньевна вас приветствует, дорогие наши участники вебинара, я хотела бы вам напомнить, что для вашего удобства мы выключили на данный момент всем звук. Да, микрофоны ваши выключены. Мы просим вас включить видео, чтобы мы могли все вас видеть, видеть ваши эмоции. Пожалуйста, пишите свои вопросы в чате, мы обязательно на них ответим. Также мы ответим на вопросы, которые поступали заранее. И в конце вебинара мы обязательно включим вам микрофоны, чтобы вы могли задать вопросы вслух. Наталья Евгеньевна, передаю вам слово. Спасибо, Лера. Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, друзья. У нас не только учителя и библиотекари, и представители других профессий, я думаю, что это и родители, и просто все интересующиеся литературой. Поэтому сегодня я немножко кратко скажу о том, как мы работаем с книгами Ирины Ивановны, потому что замечательный писатель, нам очень нравится. Мне вчера спиранка написала, и обязательно подключусь. Я ее люблю. И много восклицательных знаков. Я люблю больше читателей. Да, мы все любим Ирину Ивановну. И правильно Ирина Ивановна сказала, что когда-то я первый раз прочитала книжку в 2014 году, Баба-яга пишет, загорелась и совершенно не ожидала, что Елена Олеговна, которую я вижу на экране, которую я тоже вижу, и которую познакомит меня замечательная писательница. А еще я вижу Ларису Павловну Ноду. Вижу Ларису Павловну Ноду. Вижу других участников. Итак, я свое краткое, такое сухое методическое вступление. Но чтобы все коллеги и не коллеги поняли, Альфа-диалог проводит замечательные вебинары, совершенно разные. У нас есть цикл вебинаров, которые я веду по современной детской литературе. Если отдельные вебинары, можно посмотреть у них, подключиться и посмотреть в архиве. Потому что, так или иначе, детская и подростковая литература интересна не только детям, и не столько детям, сколько и взрослым. Потому что всем хочется читать о себе сейчас, о проблемах современного мира. И поэтому для тех, кто меня уже слушал на втором вебинаре цикла, очень какая-то информация о повторении, какая-то не повторение. И если хотите, вы посмотрите пособие на сайте просвещения, висит в архиве моего пособия 2016 года. Кому надо, может мне написать или посмотреть на сайте основу пособия 2017 года. Итак, Ирина Ивановна, вот та аспирантка Екатерина Сергеевна, которая написала «Люблю», мы с ней как раз и начинали чтение книжки «Баба Игаа пишет» с пятыми, восьмыми и одиннадцатыми классами. Вы видите, что разброс большой. А потом появился колямба, и поэтому уже с пятыми, шестыми нам было проще работать. И многие слушатели московских курсов повышения квалификации, был такой институт, Московский институт открытого образования, они проводили эти уроки, серию уроков, и мы действительно пробировали, что читается, что не читается детьми, что идет, что не идет. И так получилось, что выделился корпус писателей, которые и для начальной школы, и для средней, и для старшей. Некоторые книги идут с первого по одиннадцатый. И вот как раз у Екатерины Сергеевны мы эту книжку «Баба Игаа» пишут, запускали со второго по одиннадцатый. Конечно, вытягивает совершенно разные смыслы. Вот здесь вы видите фотографии Ирины Ивановны, как она выступает. Выступает она всегда очень эмоционально. К сожалению, у нас сейчас нет времени и возможности встречаться вживую, оффлайн. Поэтому надо восполнить вот эти пробелы при помощи вебинара. Если нам поможет альфа-диалог, то и с Ириной Ивановной можем более продуктивно, конкретно по одной какой-то из книг и с другими писателями встретиться и обсудить. Но также для библиотекарей и учителей, которые живут далеко, я предлагаю наладить ту же связь при помощи вебинаров. Если мы далеко друг от друга, это не значит, что мы друг друга не видим, не слышим и не читаем. Значит, что у нас получилось с колямбой? Первый вариант колямбы, который вот на фотографии держит Ирина Ивановна, мы, конечно, сначала дали в начальной школе, но, как у большинства образовательных организаций, есть пятый и шестый классы, где дети плохо читают, если сказать, никак не читают, и читают по складам. И вот мы дали эту книгу. Почему? Ну, во-первых, замечательный формат – это повесть в рассказах. То есть каждая глава – это отдельный рассказ, сюжетно-композиционно завершенный. То есть его можно прочитать на учебном занятии, урочное и внеурочное занятие проходит полностью по одному тексту. Можно обсудить, порадоваться, если останется время письменно ответить на какой-то вопрос. И вот колямбу мы с разными учителями в разных школах давали в пятом, в шестом классе, хотя, в общем-то, адресация – это ученики начальной школы. В нашей школе Маяковского Ирина Ивановна в том году была, колямба пошла в начальной школе. Мы специально для библиотеки закупили на целый класс 25 экземпляров, плюс вот у нас были подарены Ирины Ивановны. И они читали. Один класс прочитает, обсудит, напишут отзывы, другому классу передадут. Надо сказать, что книга уже зачитана. Не так уж у нас много книг в библиотеке современной, которые зачитаны. Что здесь хорошо? Ну, во-первых, и первый вариант, и второй. Вот колямба, да, ну, конечно, Петровна и компания. Хорошее издание. Достаточно хорошие иллюстрации. Детям нравится. И дети любят писать продолжение вот этих вот глав, которые, в общем-то, рассказы есть. Взять просто отдельно. Наталья Евгеньевна, вот все-таки не могу не сказать. Вот у одних детей идет, а у других не идет. У одних идет колямба с пяти лет, а у других не идет и в восемь лет. И я уже как бы к этому привыкла, потому что на самом деле, ну, там не совсем как бы простой язык. И если взрослые получают от него дополнительные, дополнительное удовольствие, то для некоторых детей это является как бы препятствием. Препятствием. Я согласна, Риббонтон Иванович. Ну, это же зависит от учителя. От учителя, от учителя. Но просто я думаю, что вот сейчас что должны понимать родители. И вообще вот все учителя. Сейчас нет книжек, вернее, не так много книжек, которые идут у всех. А вот если книжка у одного идет, а у другого не идет, к этому нужно относиться спокойно всем и авторам в том числе. Авторам нужно... Более чем. Потому что у каждого человека свои книги. И если в детстве человек с этим определился и понимает, что это не страшно, это не криминально, то... То есть я прежде всего хочу сказать как бы в поддержку родителей. Если все говорят, ой, какая потрясающая книжка. А ребенок мечтает, да? А ребенку она не интересна. И нужно волноваться. Все нормально. Ребенку подойдет другая книжка. Или в каком-то другом возрасте он ее примет за свою. Конечно, я согласна. Ну вот, так как я люблю творчество Ирины Краевой... Ой, ну наконец-то без отчества. Да, я без отчества сказал. Мы с коллегой тут разрабатывали учебник. Не знаю, его там экспертиза скорее всего не одобрит. Это другой нюанс. Писали мы учебник 1-4 класса. Русский как родная литература. И вот во 2-м классе мы дали вот такие уроки. Потому что у нас там тема семьи. Естественно, тема мамы, бабушки, папы, дедушки, братьев, сестер. И, в общем-то, это я не с потолка взяла. Мы такой урок проводили в разных классах. И во 2-х, 3-х и 4-х. Но, как ни парадоксально, во 2-м классе больше отдачи получилось. Они еще эмоциональны. Причем там дети, я не могу сказать, читающие и любящие это дело. Но под руководством учителя читающие. И вот такой совершенно небольшой урок по одной главе. Вот одежда Петровна. Причем там они хорошо, с техникой чтения у них проблем нет. Поэтому быстро уложились. Если с техникой чтения проблемы есть, то, конечно, в адаптированном варианте даже этот рассказ. Но мы вышли вот на какую-то тему. Бабушка, душа дома. Вот дальше мы посмотрим, что у нас вот эта тема бабушки. Она просматривается в большинстве произведений, только у Ирины Краевой. Но детей эта тема цепляет. Почему? Потому что у многих бабушка есть, у других нет. Они об этом тоскуют, переживают. По разным причинам нет бабушки. Иногда нет физически. Иногда она в другом городе. Иногда бабушка молодая, она работает. Детям очень хочется. И они очень любят писать сочинения о бабушках. А когда у нас есть подспорье в виде произведения прочитано, у нас это проходит на ура. И что мотивация к чтению другого произведения или других рассказов вот из Калямбы. Здесь с текстом работаем. Почему я говорю очень удобный формат поиск рассказов. Прочитали, обсудили смыслы, поговорили о впечатлениях, о своих эмоциях, которые пережил. Дальше работаем с текстом, выходим на портрет героя, работаем с теми словами, которые появляются в тексте. И это происходит естественным путем. Я ничего не изобретаю. Всегда говорю, что никакого колеса я в методике не изобретаю. Это все методика наша, традиционная методика преподавания литературы, которая с 19 века сложилась и в 20-м была устоявшаяся. Легче всего работать и со словами, и с понятиями теоретико-литературными на том тексте, который тебя зацепил. И ребенок не чувствует, что ему эту теорию навязывают, просто как бы пихивают. А дальше постепенно подходим к очень сложному моменту в нашем преподавании, но он необходим. Сравните сопоставительные характеристики. Вот мы прочитали про бабушку у Ирины Краевой, а дальше мы читаем стихотворение Ирины Иванниковой «Позвоните бабушке». И дети прочувствуют, да, «Позвоните бабушке, вспомните о бабушке, не забывайте бабушку, которая сидит и ждет». Маркалина Евгеньевна, можно я вас перебью? Я просто помню, меня пригласили в одну школу, где шел разговор о бабе Еге пишет, и там, значит, встреча, а встреча была просто колоссальная. Все школы сейчас объединены, и на этой встрече было, ну, 10 четвертых классов. И к этой встрече дети подготовили видеоролик. Вот помните, все помнят, все люди из нашего поколения помнят этот ролик, когда там «Позвони маме», да, «Солдат, позвони маме». И вот дети сделали ролик, который заканчивался «Позвони бабушке». И это меня просто вот тогда проконзило. Ну, потому что это, естественно, вытекает из текста, потому что можно это прочувствовать, можно переживать, можно поговорить. А действие из этого не вытекает. Вот почему я подобрала стихотворение Ирины Ивановны, потому что там конкретно уже действие, да, «Позвоните бабушке», сделайте конкретное что-то, если бабушка далеко. Да, Наталья Евгеньевна, ну, ладно, все, помолчу. Хочется похулиганить уже ваше... Вот «Баба Ига» пишет, которое, я вот повторяю, есть Екатерина Сергеевна, о которой я говорила, и с другими учителями мы давали совершенно в разных классах. Причем я до сих пор это даю старших девятых подготовки к тому же ОГЭ сочинения. У нас же там есть сочинения, да, последняя тема. И, естественно, подготовки к ЕГЭ, причем совершенно разными детями, которые плохо читают, и которые не любят читать, и очень читающим. Почему? Потому что на разном уровне мы вытягиваем разные смыслы, и есть материал для написания сочинения. То есть это не получается, как вот я сейчас проверяла ЕГЭ, очень много просто бла-бла-бла ни о чем. Видно, что ни один текст не прочитан, но где-то как-то что-то слышала. А когда эмоционально прочувствуем текст, когда он зацепил, и если мы после эмоционально-лического прочтения выходим на эстетическое восприятие, на анализ, то текст остается. Вот у той же Екатерины Сергеевны в том году выпускались дети, которые в седьмом классе работали с Бабой-ягой. И с тех пор к Бабе-яге мы не возвращались. Но большинство из них в декабрьском итоговом сочинении писало про Бабу-ягу. То есть их с седьмого класса книжка зацепила. Они помнят и персонажа, они помнят сюжет, они многие фрагменты помнят из этого произведения. И раз зацепила, представляете, седьмой класса и одиннадцатый. Это многого стоит, дорогого стоит. Почему? Потому что мы пошли с этими учителями по совершенно такому простому, реальному пути. Так же, как и с Калямбой. Читаем фрагмент на урочном-неурочном занятии, анализируем, о своих эмоциональных подпочтениях и переживаниях говорим. Дашу вытягиваем их на анализ, на эстетическое восприятие. И это идет. Это идет и в третьем, и в четвертом, и в сестра старших классов. Что меня потрясает, конечно, и удивляет. Невероятно просто. Но каждый класс вычитывает что-то свое. Ну, слава Богу, слава Богу. Но это и есть соответствующая качественная детская литература. Потому что, как у меня эти дети эстетически продвинутые, филологически, они пишут про многопластовость, несколько пластов восприятия. Пласт восприятия для неподготовленного читателя. Пласт восприятия для более подготовленного, для ребенка третьего-четвертого класса. У меня девочка анализировала в том году, был учим в одиннадцатом. И как они это в девятом анализировали. И как она сейчас готовится ко всяким там конкурсам, олимпиадам. Просмотрела книги, которые ей нравятся. Она тогда купила себе специально. Говорит, я тоже хочу иметь такую книжку. И она говорит, а теперь я читаю совершенно на другом уровне. Поэтому я никогда после таких вот занятий не гружу ни теории, ни какими-то дополнительными наглублениями заданиями. Мы пишем совершенно простые, известные из методики сочинения. Известный ход с конца девятнадцатого века. Письмо автору, письмо персонажам. Его можно углубить. Письмо вот Аджи, да, вот этому мальчику, главному герою бабы Геи. Можно бабушке, которая в книге в конце умирает, и мальчик пишет ей письма и кладет их в стол. Понимаю, что бабушка все равно рядом. Крещеный мальчик. Но без бабушки, без общения он не может. Кстати, на встрече в одном классе учительница спросила у мальчика, который очень хорошо говорил про эту книжку, четвертый класс. Она спросила, это хорошая книжка? Мальчик сказал, не уйдешь. Потому что бабушка умирает. Вот, ну дети так воспринимают. Ну это, да, это такой эмоциональный уровень, но это правильный уровень. Это, в общем-то, катарсис. Они же переживают, и у нас многие старшеклассники тоже хлюпали нас сами, потому что они говорят, ну зачем же, зачем же в конце умирает бабушка? Хотя... Мне тоже нравится, что все плачут. Да. Но с другой стороны, это логическое завершение, это все и должно было быть с художественной точки зрения. На углубление мы даем письмо Аджи маме Оленьке через 15 лет. То есть как он к маме относится, что он ей напишет, или младшему вот брату Толсточку, Кулебяке, Амину, Полидж. То есть, понимаете, это логически вытекает. Если после попрыгать на воле там в слоеный сад, некоторые пытались писать фанфик, но это такие творческие в основном девочки, они хотели стиль писателя продолжить эти произведения, не всегда получалось. То вот такое сочинение в форме письма, оно совершенно логично. Это не фанфик как таковой, согласитесь, да? Но хочется что-то высказать конкретно писателю. У одной учительницы, они сделали такой большой стенд, эти письма, ну, без подписи кто делал, просто напечатали. Они наклеили на стенд, сделали фотографии, дети ходили, читали то, что писал автору, и пытались, конечно, догадаться, чье письмо ввести. Но это и был повод потом для обсуждения, то есть требовалось еще дальнейшее обсуждение. И мы выходим вот на тему бабушки, которая у нас логически вытекает и из Калямбы, где эта замечательная бабушка одежда Петровна, и из Бабы-Яги. И идем на расширение в зависимости от того, какие вот занятия, какие у нас цели и задачи. Если мы это даем для самостоятельного чтения совершенно спокойно, у нас вот идет два варианта, вот Екатерина Карекинская, тоже два издания. Просто последние праздники Бабушки Полем тоже дополнены, как у Ирины Краевой про Калямбу. У нас еще на руках есть дом, он есть в электронном варианте Кузнецовой, потому что тираж закончился. И мы всегда к теме бабушки и средний класс старшим даем Кузнецову с домом П. Сейчас появилась вот эта научно-художественная такая популярная книжка, когда бабушка и дедушка были маленькими. Она нам что дает? Если нет возможности или просто нет времени через электронную доску выходить и посмотреть реалии юности и детства бабушек, дедушек, мы берем эту книжку, мы ее рассматриваем, рассматриваем, мы смотрим, какой быт, какая жизнь, какая одежда в то время. Книжка очень интересная, детям нравится, причем не только маленьким в начальной школе, но и средненьким, и старшим. А на углубление старшим подростковым и вообще в 10-м, а в 11-м, если мы этим занимаемся, даем Дашевску день числа и потому что там есть и бабушка, и дедушка. То есть совершенно спокойно мы можем подойти не только к сочинению или просто обсуждению, или к дискуссии, или к классному часу, мы можем подойти к хилологическому проекту, вот к темам бабушки современной детской подростковой литературы. Учимся писать проекты, естественно, какая-то сначала балбанка, алгоритмы, а дальше вы видите, вот четвертый пункт, многоточие, там может быть и пятый, и шестой, это в зависимости от того, какой класс, какие дети. Они спрашивают, можно ли изменить что-то вот в середине, в начале, говорю, конечно, можно. Ну а дальше мы, естественно, что ставим задачу, цель этого проекта, задачу и гипотезу, что мы хотим решить для себя или для тех, кому мы будем представлять проект, вот этой темы бабушки. То есть не голословно, не просто так, опираясь на конкретные произведения, но ставя конкретную цель, для чего я вот это беру, не просто потому, что я прочитал две-три книжки от современных, где есть образ бабушки, а что я хочу донести, или я хочу показать, насколько современная литература интересна, а вот вы, мои ровесники, не хотите это читать, или хочу обратить внимание своих ровесников на то, что рядом живут бабушки, дедушки, наши, не наши, свои, чужие, и как к ним относиться. Ну вот образ бабушки из книги «Баба Игорь» пишет, он у нас здесь ключевой, мы от него отталкиваемся, именно потому, что зацепило. Дальше кратко, потому что я хочу, чтобы больше об этом сказала Ирина Краева. Книга, которая меня потрясла, я сначала один раз прочитала, потом второй, пытаюсь совладать своими эмоциями, потому что это действительно тоже многопластовая книга «Дети неба», и вот в этом издании, сборной, у нас есть опять «Баба Ига», потому что маленький вот этот формат, он закончился. «Дети неба», я потрясаю тем, что это действительно серьезная художественная книга, и она по-разному читается и взрослыми, и взрослыми школьниками. Янка Далк, то, что сейчас говорят молодые взрослые, ну, по-нашему, это старшая подростковый и юношеский возраст. Она иначе воспринимается средними подростками, потому что каждый прочитывает свое на своем этом уровне. И это хорошо, это говорит, что книга неоднозначная. Мне немного обидно за эту книгу, ее издательство не популяризировало, не пропагандировало, на самом деле, когда мы и двух школ в Некрасовке в прошлом году и уже здесь в школе Маяковского эти книги стали изучать с разными ребятами, они с удовольствием это прочитали, значит, их зацепило. Ну, я просто хочу сразу же поблагодарить университет Алматы, где там прошли чтение Ларисы Павловны Нодо, где состоялось это обсуждение, и это действительно было что-то такое для меня очень трогательное и потрясающее, когда то есть я слышала какие-то фрагменты обсуждения, мне их пересылали по WhatsApp, но это обсуждение все не кончилось, вернее, на этом обсуждение книга не закончилась, потом мне позвонили студенты и задавали очень много вопросов по WhatsApp, это было для меня просто потрясение. Ну, потому что книга зацепила, наша задача какая, вот почему я эти вебинары и семинары веду, и люблю уезжать в регионы, наша задача донести и до учителей, библиотекарей, родителей, естественно, детей книгу, потому что очень много на книжном рынке совершенно разных произведений, все не прочитаешь по определению, это во-первых, во-вторых, отобрать и сгруппироваться, подавать по теме, проблеме, тоже сложно, для этого нужно прочитать большой корпус произведений и донести, донести и мотивировать, что прочитали и студенты, и учащиеся совершенно разные, иногда просто показать, и человек цепляется, в том году у меня детей небо брали, дети, которые ко мне ходили заниматься индивидуально, готовились к ЕГЭ, они читали, говорят, можно использовать, я говорю, конечно, можно, можно и на итогу, можно и на всех этих конкурсах литературных, в которых они участвовали помимо Олимпиад, некоторые, естественно, использовали Бабу и Гуи, самих детей небо в этой поезде, на внутреннем экзамене, там, где это требовалось, понимаете, им хочется читать такую литературу, и то, что студенты писали в WhatsApp, это замечательно, потому что это их литература, мы действительно видим много рекламы хороших, часто книг, зарубежных, переводных, но наша отечественная литература так не позиционируется, так не пропагандируется, Абсолютно поддерживаю, сейчас вышло такое невероятное количество прекрасных книг, ну вот просто радуюсь, что подростковая литература, она расцветает сейчас, уже невероятно широк диапазон тем, и растет качество, слава Богу. Да, причем можно выбрать совершенно на разные контингенты детей, можно подобрать своим детям, если это вы родители, и вы понимаете, что у вас назрела какая-то тема, проблема, вам хочется об этом поговорить с ребенком, но по какой-то причине или ребенок не идет на контакт обсуждать эту тему, или вы не знаете, ведь на основе произведения любого легче обсудить эту тему и проблему. Ребенок начинает обсуждать как бы персонажей их проблемы, как вот здесь вот, да, с этим мальчиком Максимом, который загнан совершенно в угол своей семейной ситуации и стоит на грани перехода в мир иной, но очень любит своих близких, и таких детей очень много, и ко мне дети подходили после этого прочтения и выговаривались, причем наедине, они участвовали в обсуждении, достаточно были закрыты, а подходили потом и выговаривались, мы где-нибудь там в уголке стояли и обсуждали. Двое прямо на взрыв, причем один и юноша, то есть у него тоже явная ситуация такая, он не все, конечно, раскрыл, все сказал, но ему надо было выговориться, он понимает, что я дальше никому это не расскажу, не донесу, но книга как бы раскрыла вот этот нарыв и уже легче, и самим Иваном потом было легче, он очень талантливый человек, но вот это его, конечно, угнетало, то есть книга здесь такую психотерапевтическую роль играет, она не только социализирующая, она, конечно, должна приносить удовольствие, правильно, Ирина сказала вначале, что если не идет книга, она не доставляет удовольствие, не надо насиловать ребенка, но если мы это изучаем на уроке, изучили, но это, допустим, Васю, Петю или Машу не увлекло, это не их книга, книга должна приносить удовольствие, потому что гидранистическая роль искусства первая, но у нас еще и психотерапевтическая роль, и вот книги для подростков они такую роль выполняют очень хорошо и достаточно успешно. У меня помню дети на той же Бабе-Еге в школе в Некрасовке, в гимназии просто рыдали, мы читали фрагментами, и когда пришла вторая группа, у нас полтора часа одна группа, потом полтора часа другая, и преподаватель по-русскому приходит, говорит, почему группа ко мне не идет, мы менялись, а эти, которые пришли, сели тихо и видят, что первая группа сидит, кто рыдает, кто клюпает носами, и вставать, уходить им не хочется, почему? У них такое эстетическое переживание, у них такое сочувствие, переживание, что идти не хочется, кстати, Ирина Владимировна села с нами, мы дальше обсуждали эту книгу, потом она увела первую группу к себе, и это гораздо важнее, чем мы сразу начнем какой-то новый материал повторять, потому что для детей это важно, многие проблемы с него, и ну, что-то выплакали. И вот здесь, конечно, у вас будет эта презентация, вы увидите, на какие мы выходим анализы с этими детьми и неба. Очень интересная книга, я говорю, она меня потрясла, я сначала дала трем разным детям таким филологическим, один юноша, две девушки, думаю, может, я что-то не поняла, нет, у нас совпали все точки зрения, они говорят, ну, очень сложная глубокая книга, наверное, на тех, кто не привык читать, не пойдет. Но я попросила четыре раза из школы сдать, оно пошло, почему? Потому что книга о современных детях, подростках, главных героях, младший подросток, сестра, старший подросток на переходе в юношествах. В общем-то, к сожалению, для нашего времени семья вариант нормы, то есть мама одна растит детей и не вариант нормы, мама не справляется, мама срывается, обычно у нас такая тема замалчивается, если мама одна растит, она более-менее справляется. Здесь мама не справляется, срывается на детях, на них кричит, она всячески угнетает, не отпускает гулять, и мальчик это называет сорвались бизоны, почему вторая часть названия, или в основном виноваты бизоны. То есть не мама виновата, дети любят маму, такой, какая она есть, это их мама, а это виноваты бизоны, которые вырываются от мамы. И поднимается проблема, которую мы очень хорошо обсудили с этапшеклассники в том году, получается, что из трех школ, о том, что многие взрослые, многие родители не выросли, они остались детьми, и дети современные часто взрослее психологически своих родителей. И во многих книгах это тоже поднимается, и у Дашевской это есть, и у Кузнецовой это есть, когда дети ненавязчиво пытаются объяснить что-то родителям, как надо поступать. это есть и у Аделии Амраевой в футбольном поле, частично это есть книги «Я хочу жить». То есть видите, время у нас какое, родители вроде бы как по статусу родителя, а поступают как дети. И вот папа здесь, этой девочке Аня, он ведет себя совершенно как ребенок, как подросток, не отвечающий за свои поступки, не понимая, как эти поступки отразятся на его судьбе и судьбе его ребенка, этой дочке и переживающий мальчик, который, маленький мальчик, за них отвечает. То есть очень интересные работы были и интересные обсуждения с детями старшеклассников. Конечно, подходим к главной теме, которую мы обсуждали и главный вывод, который есть в книге, эти слова я взяла из книги Ирины Краевой. Любовь должна быть бескорыстной действенной, способной отодвинуть отчаянщего человека от края последней черты. И так как со старшеклассник мы рассматривали ряд произведений, где дети стоят на краю этой черты, то, естественно, обсудили открытый финал, чистый прием жизнеподобной прозы. И в очереди мои ребята совершенно четко сказали, что прочтение может быть неоднозначным. Можно воспринимать, что мальчик Максим пишет письмо учительнице как прощальное письмо, и он уходит для того, чтобы мир в семье восторжетал, потому что он очень любит своих близких. С другой стороны, это можно расценивать как его приятие мира таким, какой он и есть. И он пишет то самое сочинение, с чего и начинается завязка сюжета. Сочинение на лето о своей семье. На самом деле он пишет о своих будущих детях и дает им всем имена. Такой замечательный пример мне очень понравился, поэтому я предлагаю, кто хочет, придет к нам на вебинар, я предлагаю сейчас послушать Ирину Краеву, что она скажет о своих произведениях. Ответим частично на ваши вопросы. На некоторые вопросы, которые вы задали заранее, какие произведения таких писателей он советует почитать, я частично ответила. Спасибо, Наталья Евгеньевна. Значит, я уже стала отвечать в чате и по ошибке уже написав свой e-mail, дальше пояснение тоже пишу латиницей. Ради Бога, простите. То есть, ну да, вот есть за мной такой грех, я очень люблю посылать свои книжки в подарок. Это не очень хорошо и на самом деле это раздорительно для семейного кошелька, но вот я все-таки иду на это. Поэтому вот мой e-mail я уже, по-моему, два раза написала, вроде бы как смотрю правильно. Если вы мне пришлете на мой e-mail свои адреса, я постепенно, постепенно постараюсь не обременительно для кошелька семейного высылать вам книжки. Вот. Но прежде всего спасибо огромное, что вы пришли на эту встречу. У меня квартира блестит, сверкает, у меня такое ощущение, что вы все в моем доме. Я очень старалась, я очень волновалась. Я вот вся сижу мокрая и мне кажется, что я прямо из тифозного барака такая у меня прическа. В Москве очень жарко. Вот. Но я все-таки по своей профессии журналист, и не видно эмейл, пишет, но слава богу, мне помогает сын, он пишет еще другой эмейл. Спасибо ему, спасибо Сева. Он контролирует мать, он всегда на страже в соседней комнате. Вот. А поскольку я журналист, то для журналистов самое главное это какой-то новостной повод. И вот новостной повод для нашей встречи это выход моей новой книжки. Она называется, как всегда, у меня с двойным названием, но не всегда, но часто, правило завязанного шнурка или строгий постельный поход. Вышла бы книжечка на три месяца раньше, как бы здорово она попала для нашей самоизоляции. Строгий постельный поход. То есть на самом деле мальчик болеет, мальчик Миша болеет, но это же не повод, чтобы не совершать прекрасное путешествие. Книга состоит из трех глав и первая глава это путешествие с дедушкой. Дедушка ложится на кровать с Мишей, и они отправляются в поход и там случается поединок побединок с сущим безобразием, который в конце книжки превращается в молодца настоящего. Вторая глава это путешествие с бабушкой, третья глава это путешествие с мамой и папой. Эта книжка, как мне кажется, она рассчитана, она предназначена для детей шести, семи, восьми лет. И она у меня родилась от ощущения счастья. Видите, каким бокалом я запаслась из-за жары. Я надеюсь, что у вас тоже есть такие подручные средства, которые вам будут помогать пережить эту жару. Так вот, эта книжка, она у меня родилась из-за огромного счастья. В детстве для меня самое счастливое это были вечера, суббот и воскресенье. Нужно было ложиться спать. А кто из детей любит спать? Да никто. Они всегда оттягивают этот момент. И когда мама приходила или папа приходил пожелать доброй ночи, они присаживались на кровать ко мне, никуда не спеша. И эта кровать превращалась то в плот какой-то, на котором можно было уплыть куда угодно. Или мы с ними куда-то улетали на бумажном самолетике. И это были вот самые счастливые минуты, когда весь мир твой, когда можно нафантазировать все, что угодно. И я очень надеюсь, что может быть вот эта книжечка, она кого-то подтолкнет родителей и детей вот так же отправится в какое-то путешествие и подарит тоже какие-то драгоценные минуты. Драгоценные минуты единения и любви друг с другом. Я уже не буду зачитывать кусочек, хотя, может быть, и зачитаю. Не надо, Лариса Павловна, лучше давайте Ларисе Павловне слово дадим. Давайте дадим слово Ларисе Павловне. Так, ребят, она про другую книжку. Да. Наталья Евгеньевна, сейчас я включу микрофон Ларисе Павловне. Всем-всем добрый день. Приветствую вас из солнечной Алматы. У нас тоже тепло, у нас хорошо. Я расскажу, наверное, о двух мероприятиях, которые мы провели. Ну, их было много больше, но самые-самые здоровские. Мы практикуем, мы это группа организаторов, группа инициативная, учителя, журналисты, актеры, библиотекари. Организовали в Алма-Ате и по Республике громкие чтения. Что такое громкие чтения? Собираются несколько классов, это может быть и один класс, где активный учитель, где очень хорошие читающие детки, и мы читаем вслух одну книгу. Вот самая первая книга, которую прочитали в Алма-Ате, это была, естественно, книга «Баба-Яга пишет». «Баба-Яга» пишет. Потом читали ее очень многие люди, кроме меня, я имею в виду, за мной, вслед за мной, да, это были актеры, это был генеральный консул Республики Казахстан, да, это огромное количество людей, но, что самое главное, книга сопереживательная, книга, которая действительно очень и очень потрясла меня, и я решила ее поставить в театре. Вот, во-во-во, спасибо большое, Валерия, спасибо огромное, да-да-да, это вот наша, еще там есть одна фотография, тоже со спектакля. Мы поставили, естественно, с разрешения Ирины Ивановны, которая дала нам полный карт-бланш, делай, говорит, чё хочешь, вот, и мы там, естественно, делали чё хочешь, да, вот-вот-вот-вот, это вот наша собака, наш аджей сидит на первом плане, да, отец ему руку положил, это все студенты, это все студенты факультета журналистики Казахского национального университета, и мы очень благодарны Ирине Ивановне, что мы действительно смогли через этот текст донести семейные ценности, мы смогли поговорить о роли ребенка, об уважении к ребенку, да, мы смогли поговорить об очень многих вещах, и как раз-таки это, этому способствовал вот именно этот шикарный, шикарный текст, текст Баба Яга пишет, ничего, мы там только один момент, один момент, чисто звуковое мы сделали, да, значит, у нас получился Пушкин, да, и у нас было то, что никогда не сдавайся, вот эти вот слова эхом шли, когда Аджей продумывал, да, свою жизнь, мы сделали его чуть-чуть старше, уже во второй части спектакля, и он там уже принимает решение, но принимает решение, когда ему бабушка, слова бабушки из письма, вторит эхом, никогда не сдавайся, вот это вот было очень важно, обсудить книгу сначала, прочитать книгу, обсудить ее в разных аудиториях, это были самые-самые разные классы школ, лицеев, гимназий, это была студенческая аудитория, и, естественно, совершенно потом это вылилось в спектакль, это вылилось в спектакль, спектакль был принят на ура, и он был показан в рамках фестиваля молодежных спектаклей, и мы там чего-то даже завоевали, чего-то мы там завоевали, призов много было, поэтому уже, так сказать, запамятовало, что мы там завоевали, но спектакль был отмечен как один из лучших спектаклей, вот показанных на театральном фестивале, это одно, и второе, второе, мы в прошлом году прочитали и обсудили Бизонов, естественно, Детей неба, Детей неба, и тоже я фотографии Ирины Ивановны послала, где с обсуждения, да, они у меня есть ВКонтакте, естественно, в моей ленте ВКонтакте, на моей стене, и тоже, здесь уже был второй мой курс, где я куратор, пользуюсь служебным положением, да, мы прочитали всей группой, обсудили, обсудили книгу, и вы знаете, дети были потрясены, дети были потрясены глубиной, дети, студенты второго курса, были потрясены глубиной, актуальностью, проблем, языком книги, вылилось все в двухчасовое, если не больше обсуждения, то есть это было несколько, ну давайте, ну, занятий, сейчас договорю, несколько часов занятий, и это действительно было здорово, поэтому огромное спасибо Ирине Ивановне за такие хорошие книги, книги, в которых есть все, актуальность, шикарный язык, поднятые проблемы, и самое главное, самое главное, вот это вот чувство сопереживания, да, когда мы можем, читая, действительно уреветься и понимать, и понимать, что это все идет от героев, да, ну и естественно, это все идет из сердца автора, спасибо тебе, родная, пиши еще. Спасибо. Спасибо, Ирина Ивановна, Ирина Ивановна, вам слово? Ну да, мне слово, значит, я все-таки хочу, вот это, казалось бы, такая вот легкая книжка, ее не надо проходить в школе, да, она для семейного чтения, но я бы, может, уже дальше бы про нее не говорила, если бы мне вот совершенно случайно не попалась на глаза перед нашей встречей ослепительнейшая лекция, Людмилы Пиантровской, известного нашего психолога, Людмила Пиантровской, да, ну все ее знают, эту ее лекцию я прочитала на сайте журнала Домашний очаг, и вот там Домашний очаг, вот еще раз повторяю, потому что я сейчас буду говорить что-то очень коротко, а там подробно и великолепно, значит, она говорит, а вот что мы можем дать нашим детям? Мир меняется, все, все то, как нас чему-то учили, что мы можем передать? Копить деньги, эти деньги просыпаются, у нас их как-то отбирают, дальше она говорит, поднимите руку, кто работает по своему образованию, получит ему в университете, ну, коллеги, педагоги, наверное, сейчас вы все поднимите, а вот есть и другая аудитория, очень редко кто по тому образованию, который он получил в университете, в институте, чему учить, как, что, что делать сейчас современным родителям? И она говорит, вот нужно в себе раздобыть вот эту устойчивость, толерантность к неопределенности, толерантность к неопределенности. И она говорит, что, чему нужно учить детей? Учить контакту с собой, контакту с собой и со своими ценностями. Ведь, по сути дела, даже мы с вами не знаем, не задумываемся порой, какие у нас сильные качества, а какие у нас слабые качества. Что у нас лучше получается, а что у нас... Ну, это мы, ладно, с вами это понимаем. А молодой человек, а маленький человек. И она говорит, что уже вот в некоторых школах, в некоторых странах есть даже такой годовой курс, когда детей учат понимать себя. И вот, понимаете, вот эти вот разговоры с детьми, на которых построена эта книжка, это как раз вот мне показалось, что это первый подступ к такому разговору с ребенком. Когда, придумывая приключения, подделанные под него, можно показать ему, а что у тебя сильное, а какие у тебя есть проблемы. Вот, вот, самое главное, мне хотелось обратить ваше внимание вот на эту потрясающую лекцию. Мне кажется, очень трезвый, очень такой здоровый и правильный подход, что мы можем дать сейчас детям. То есть, вот, и Пеантрозская подчеркивает, нужно детей приучать к хозяйственному отношению в себе. Ирина, можно я добавлю и частично отвечу на два вопроса. Я полностью согласна с Ириной Ивановной. Тут были вопросы по поводу списка, я их освещаю с двух сторон, для учителей библиотеки, для родителей. Дело в том, что списки дают учителя те, которые или у них есть, или они привыкли их давать. И там вопрос, почему не меняются списки. Списки меняются, списков много. Вот, у меня есть рекомендательные списки, и они не закрыты, они постоянно меняются. и я всегда говорю учителям библиотеки, вы имеете право сокращать, добавлять, расширять. И мы с учителями работали по какой технологии? Из этого списка создать список, свой список на какую-то тематику. Ну, допустим, о животных или о теме детства. Из этого списка родителей, вот, когда мы разговаривали с родителями, с теми учителями, которые вышли на родителей, которые сочетал, простите, время, которые были агрессивны по поводу современной литературы, мы предложили родителям прочитать эти книги, а потом с детьми разного возраста продолжить эти книги читать. И вот мне в том году была очень благодарна маме, которая провела девочку заниматься книгой. Мама стала те же книги, которые мы читали с девочкой, тоже прочитывать и сначала к этому итогу, сочинению ко всем этим олимпиадам и конкурсам. Мама иногда мне писала в WhatsApp, иногда звонила, потому что на какие-то вопросы девочки она ответить не могла, но потом она сказала приличную встречу, большое спасибо, эти книги нас близили, я стала терять ее, не знала, как с ней о чем говорить, потому что ребенок взрослеет и уходит в себя. Поэтому вопрос о списках конечно важный, но здесь важно то, что сказала Ирина Ивановна, родители не должны и в старших классах уходить на периферию детского чтения, что-то вместе читать, это не обязательно сидеть и читать вместе одну книжку, прочитали, обсудили, но то, что это нужно обсуждать и читать, и не терять общение с ребенком, не только на бытовом уровне, это очень важно, детям это важно, почему я проявила пример разных вот этих учеников, которому важно это обсудить и с учителем, который дальше не понесет и не расскажет, и с родителем, потому что это действительно тот мир, который нас содержит, когда мы друг друга понимаем, чувствуем, сочувствуем, это и продолжение всех наших духовных традиций. Я здесь полностью согласна с Ириной, потому что не деньги нас сплачивают, не какие-то материальные ценности, которые мы передаем из поколения к поколению, там бабушкины бриллиантовые сережки или серебряные ложки про бабушки, а наши традиции, наше общение, наше понимание друг друга. Иногда, когда сложно, это проще сделать на литературном тексте, то есть он становится посредником, что скажет Ирина Ивановна, кихида. Не-не-не, я просто как бы в анонсе встречи заявлено, что я немножко расскажу, как складывались некоторые тексты. Вот, и я просто не хочу обманывать ожиданий каких-то. Мне очень важно проговорить, как рождалась вот эта повесть «Дети неба» или «Во всем виноваты бизоны». Однажды ко мне мне позвонил знакомый и сказал, что у меня погиб сын. Он покончил жизнь самоубийством. Мальчику было 10 лет. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Человек, который мне позвонил, он знал, что когда-то я работала в российской газете. И он сказал, я прохлопал своего сына. Пожалуйста, придай огласке эту историю, потому что я хочу вразумить родителей, чтобы они не повторяли моих ошибок. И тогда вышла статья прекрасного обозревателя российской газеты Елены Яковлевой. И меня потрясли комментарии психологов. Значит, они комментарии были такие, что сейчас от несчастной любви уходит из жизни примерно 5% наших подростков. 5%. Когда-то это в основном была главная причина. Сейчас главная причина это неуверенность в завтрашнем дне и ЕГЭ. Ну, это было уже, скажем так, 4 года тому назад, может быть, статистика поменялась. Меня эта история потрясла, и я решила, да, а еще отец мне прислал переписку своего сына перед вот этим трагическим шагом. Переписку с девочкой. И я хочу, чтобы вы ее услышали. переписку там были такие слова. Я хочу задать тебе вопрос, пишет мальчик. Но я боюсь тебя задать, потому что от ответа зависит моя жизнь. Девочка говорит, ну, задавай. Ты меня любишь? Нет, я тебя не люблю. Мальчик пишет, тогда жить мне больше незачем. Я решил уйти из жизни. Девочка пишет, а когда это произойдет? Он говорит, в среду после дополнительной математики. Она говорит, ты врешь. Мальчик посылает фотографию. На фотографии его дневник с именем и фамилией, школьный дневник и пистолет. Дело все в том, что мать мальчика работала в магазине оружие и для собственной самообороны она прикупила этот пистолет и очень неаккуратно его положила. Мальчик знал, где. Проходит несколько дней, наступает среда, мальчик говорит, пишет девочке, ну все, сейчас включу любимую музыку, посылает ей ссылку и выстрелит в себя. Она говорит, ну давай. Он пишет, осечка, я не знал, что это так сложно. Сейчас попробую, во второй раз. Девочка ничего не пишет, мальчика не стал. Десять лет. Эта история меня так потрясла, что прежде всего я хотела написать произведение, в котором как бы была дана инструкция, что делать тем, которые столкнулись с таким известием, которые узнали о том, что человек готовится совершить, маленький человек, крохотный человек. Но в это время стали выходить книги Жволевского и Пастернак «Пока я на краю». Прекрасная книга Адели Амраевой «Я хочу жить». И я поняла, что я должна подойти как-то по-другому к этой теме, потому что я стала ходить на всякие научные конференции, я стала читать огромное количество статей, я стала общаться с психологами. И вот одна женщина, которая каждый день сталкивается с детьми, которые предприняли попытку самоубийства, но, к счастью, остались живы, и а сейчас их все меньше и меньше таких, она мне сказала. потому что раньше дети травились, слава Богу, травились некачественно, а сейчас они выходят на 17-й этаж и падают. Так вот, но некоторые, слава Богу, выживают. И меня потрясли ее слова. Она говорит, вот ребенка только привезли, еще непонятно, останется он жив или нет. Ко мне заходят родители и говорят, что нам сейчас делать? Она говорит, вам нужно приходить к ребенку в палату и разговаривать с ним каждый день хотя бы по полчаса. А в ответ она говорит, я слышу, по полчаса! И тогда я поняла, что надо писать, вот мне не давать инструкции, да, не говорить еще об одном самоубийстве. А нужно, ну, по крайней мере, мне так показалось, мне нужно написать что-то такое, чтобы вздрогнули, чтобы показать вот весь этот ужас родительской нелюбви. Нужно показать, ну, и, конечно, не все так радостно воспринимают мою повесть «Дети неба» или «Во всем виноваты Бизоны». Они говорят, кого она выставила? Мать, которая доводит детей своих. Разве можно вот этим показать этот пример? Нужно говорить о хороших матерях, вот о хороших матерях после «Детей Бизона» я написала, чтобы себя уравновесить. Семья наша главная. Но моего ужаса, мой ужас был просто беспределен перед этой матерью и перед этим отцом, которые вот довели маленького мальчика до такого состояния, десятилетнего. И вот появилась эта повесть «Дети неба» или «Во всем виноваты Бизона». я не хотела опять же что-то такое нагнетать. Я хотела показать, что самое главное то, что есть у нас это любовь. И вот воплощают эту любовь это два героя, два главных героя Максим и Анюта, брат и сестра. И мне хотелось показать, насколько прекрасна, насколько нежна эта любовь, как они себя поддерживают, друг друга поддерживают. Ну, хотела прочитать кусочек, но я понимаю, что времени уже на самом деле не остается. Но что мне кажется важно услышать вот вам. И вот эта мысль очень хорошо поддержала меня в этой мысли Елена Олеговна Галицкая, ну и Наталья Евгеньевна Кутейникова, конечно же, мои дорогие, которые вы написали про это. Подросткам очень важно, чтобы у них был человек на стороне. Какой-то человек, которого они уважают, которому они могут преклонить голову, если очень плохо в семье. И в этой повести есть такой человек. Это учительница Нина Палта. И вот у нас такая с вами аудитория, что действительно три человека, три человека, с которых я описала эту Нину Палту. Три человека. Это Наталья Евгеньевна Кутейникова, это Лариса Павловна Нода, это Елена Олеговна Галицких. Вот я родилась в педагогической семье. Моя бабушка была директором детского дома. Во время войны она жила в Новосибирске. Все огороды были чистые, их обворовывали. Только ее огород никто не обворовывал. Потому что ее уважали вот эти беспризорники. Моя мама была педагогом. Я любила свою учительницу литературы Светлану Александровну Жукову. И я очень счастлива, что сейчас есть такие педагоги. И я очень хочу, я слышу от учителей, нас никто не уважает. Я иду по коридору гимназия, ученик со мной не здоровается. Пусть, пусть это есть, пусть это есть. Но есть прекрасные педагоги, на которых держатся судьбы. И ну, во-первых, спасибо, мои дорогие друзья, Наташа, Лариса и Лена. Вот. Но я уверена, что в нашей аудитории такие же есть чудесные люди. И я вот этими словами, ну, потому что времени мало, и я не могу много говорить о повести, но я хотя бы хочу вас поддержать, педагогов, учителей, что это было всегда, и это особенно сейчас остается, что тот человек, который не в семье, но рядом с семьей, рядом с ребенком, может его спасти. Вот. И опять же, опять же, я просто прочитав вот эту лекцию Людмилы Пиан-Тровской, да, я просто поразилась, насколько мы с ней совпадаем в формулировках характеристик вот этих покинутых, растерянных матерей, они сами дети, они сами не созрели, а им нужно воспитывать, им нужно воспитывать, и таких сейчас много, и дай Бог, дай Бог, чтобы нам с вами, вам прежде всего, вам удалось спасти многих, многих ребят. Ну, что, переходим к Бабе Еге, или переходим к Бабе Еге, или мы делаем паузу, и я расскажу, какая моя настоящая фамилия, чтобы мы немножко отбросили. Я сейчас про Бабу и Гу. Еще будет тайна. Ага, да, я вижу, вот, в чате пишут, да, родители обычно говорят, мы работаем некогда, не всегда родителям дети открывают душу, учителя не может заменить дистанционное обучение, да, нет родительского всеобучия, да, да, вот, и я уверена совершенно, что никакое дистанционное обучение не пройдет, не пройдет, потому что это будет тогда подрыв всей нашей национальной вообще системы образования, всех наших устой. Ну, хорошо. Здесь можно немножечко вклиниться. Давай. Потому что у кого из учителей получился контакт, а не только преподавание припетом оффлайн, то и дистанционно получилось. То есть шла переписка, дети звонили, не только мне, и другим педагогам. Но здесь оборотная сторона медали, дети больше общались с родителями. Вот как раз те родители, которые и раньше более-менее уделяли внимание, или очень много уделяли внимания своим детям. У них получилось это общение. Единственная проблема это количество, объем заданий. А общение это было счастье. Как мне тут некоторые мамы написали. Общение А вот для того, чтобы знать, о чем говорить. Ну, я как говорю, чем писатель отличается от не писателя. Когда я прихожу к детям на встречу, я всегда задаю вопрос. Глядя на меня, можно сказать, писатель или не писатель? Одна девочка сказала, ну, какая же она писатель? У нас же живая и без бороды. Вот. А я говорю, что писатель отличается тем, что у писателя уши длиннее на полтора сантиметра. Вот. Потому что писатель всегда очень хорошо слушает. Так вот, для того, чтобы быть хорошим родителем, нужно очень хорошо слушать. Нужно очень хорошо слушать, что тебе говорили твои мама и папа. Нужно очень... Меня поражает. Вы знаете, вот сейчас как бы дата 75 лет Великой Победы. И вот у нас немножко так началось опять по-советски это все. А вот давайте напишем сочинение. А вот давайте узнаем, кто как был во время войны. И вы знаете, мне это невероятно нравится. потому что это задание очень многих действительно вдруг заставило поговорить с мамой о чем-то, поговорить с бабушкой, поговорить с дедушкой. И они узнали вдруг такое, они с удивлением узнали, что оказывается у них были герои. И вот нужно говорить. Так вот, Ирина, кто первый читатель вашего нового произведения. Вот читатель моего вашего нового произведения мой сын. Вот ужасно горжусь. И ужасно горжусь этим. И расплакалась. Однако и мне невероятно нравится, что с моим сыном у меня потрясающий контакт. что мы на одной волне. Так вот, Баба-Яга. Был такой вопрос. Как возник замысел этой повести, которая состоит из писем, из переписки бабушки, которая живет в Москве, и американского внука. А все было очень просто. Моя преподавательница английского языка, университетская преподавательница прислала письмо, которому она написала, что она страшно переживает. Она очень хочет поехать к внукам в Америку, потому что дочка туда переселилась, вышла замуж за приехавшего в Америку индуса. И вот она хочет наконец-то пообщаться с внуками. Я прочитала статью, в которой анализировалось, что такое бабушка в разных странах. Американская бабушка это друг, свой парень, который любит поговорить, посмеяться, пообщаться, а не друзья. Что такое французская бабушка, если перед ней стоит выбор купить новые леггинсы или гаджет для внуку, она купит себе леггинсы. Что такое немецкая бабушка? Она очень строгая, ей некогда особенно рассусоливать, но она платит, она дает деньги. И если кто-то ее не слушается, она отменяет эти денежные вспомоществования. Ну, вот такая была статья, я думаю, что она недалеко от Истины. А что такое русская бабушка? Она просыпается в 5 утра, она готовит завтрак для всей семьи, она бежит в школу, отправляет ребенка, в это время, когда он там учится, она готовит обед, потом она забирает ребенка, бежит на кружки, потом она получает пенсию, отправляет ее детям, потом она вся отдана семье. И вот эта классическая русская бабушка, прототип, это преподаватель Ленинградского университета, тогда Санкт-Петербургского университета, ее вот не пускает к внукам муж ее дочери индус, потому что он страдает той же болезнью, которой страдают очень многие приехавшие в Америку, он хочет, чтобы его дети были настоящими американцами, он индус, жена русская, но дети в его породу пошли, черненькие, и вот он даже любит больше среднего сына, который не такой черненький, потому что он больше похож на среднестатистического американца, и вот к этому своему письму Ольга Михайловна приложила то письмо, которое она написала внуку на десятилетие, и это письмо меня так пронзило, что я поняла, что я не могу не написать эту историю, и я начала общаться с другими бабушками, у которых дети живут в других странах, я начала читать про всякие научные и ненаучные книжки про отношения России и Америки, и получилась история, которая не про Россию и не про Америку, это история не про то, как в Америке все плохо, а у нас как хорошо, какие в Америке все идиоты, а мы такие все правильные и прекрасные, это не про это, это книжка про историю любви, бабушки и внука, и конечно, внук начинает писать бабушке по одной простой причине, бабуля, он пишет, я буду писать тебе письма, потому что папа сказал, это рационально, потому что когда я стану боссом, можно будет не платить переводчикам, а я, так сказать, буду упражняться в русском языке, и бабушку очень многое, что еще потрясает, о чем говорит внук, ее убивает вот это просто ставка на рейтинг, 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 самое главное быть на глыбе успеха, нужно быть успешным, это что, не нынешние установки, которым сейчас очень многие школы толкают детей, университеты, ставка на рейтинг, это не то, от чего страдаем мы взрослые, педагоги, учителя, библиотекаря, кто угодно, вот, быть успешным, быть успешным, и мальчик говорит, да, он пишет, аджи, он говорит, я женюсь, и моей будущей жене будет 27 лет, и она блондинка, и ведущая ночных новостей, потому что у ночных новостей есть самый высокий рейтинг, конечно, бабушку потрясает, что как вообще к истории относятся американцы, это нечто малозначимое, мальчик пишет, папа сказал, о войне надо читать в учебнике, а не говорить о ней дома, дома надо помнить только о хорошем, папа сказал, прошлого нет, есть только счастливое будущее, и от этого, и от многого другого бабушка, конечно, содрогается, ей становится страшно, это не ее ценности, но больше всего она переживает, что не у Аджи, а у его младшего брата есть боязнь одному оставаться дома, у кого из нас ее не было, да, и когда он остается один дома, ему кажется, что ходят какие-то призраки, и тогда бабушка придумывает игру, она придумывает собаку-бурю, которая к ней прилетела, и она может перелетать в ее ступе, а баба Егоя назвала ее папой индус, вот эта собака может перелетать и смотреть, как живут ее внуки, и если она пишет, вы услышите какой-нибудь скрип, вы ничего не переживаете, это не страшные призраки, это прилетела моя буря, которая вот любит вас с приветом от меня к вам, и вот бабушка, она превращает вот эту переписку в занятную и увлекательную игру, и благодаря этому ей удается подружиться с внуком, она рассказывает ему семейную легенду, о том, что какой-то пра-пра-пра дед был мальчиком на пальчик, был церковым актером, который не мог из-за покалеченных ног ступать по арене, он ходил только на руках, и вот его полюбила прекрасная девушка Аглая, бабушка напоминает внуку, как они с ним однажды рассматривали лопушок с хрустальной жемчужиной росы, и это был глазок мира, помнишь, как ты мне сказал, это глазок мира, и он посмотрел на тебя, и я поняла, что мы с тобой интересны, она говорит о войне и о блокаде, она блокадница, а кто из нас бы вот с вами, вот тем, кому за 50 мне говорил бы со своими внуками о войне, и на самом деле бабушка тоже очень сильно меняется в этих письмах, она вдруг понимает, что она недостаточно отдавалась любви к своей матери, у нее была какая-то обида и на мать, и на сестру, и она вдруг понимает, слишком поздно я поняла, она пишет, если любовь есть у тебя, люби всей душой, чтобы в ней не оставалось место для плохого, это и есть самое счастливое счастье. Ее лучше поняла и дочь, и однажды Аджи ей пишет, папа сказал, что у нас должна родиться четвертая, четвертый ребенок, это будет девочка, и он попросил всех придумать как имя, и мальчик предлагает для будущей сестренки имя Машенька, он пишет, это в честь тебя, бабушка, и капитанской дочки Александра Пушкина, бабушка туда отправила полное собрание сочинений Пушкина, и мама сказала, как Пушкин, нельзя было ее узнать и не полюбить, потому что у меня стукнуло сердце, мама это сказала о тебе, бабушка. И постепенно бабушка добивается своего, ну не знаю, правильно ли это говорить, добивается, не добивается своего. Постепенно, вот не помню, Наташа, ты говорила о сопереживании, да? Или кто? Лариса Павловна, Лариса Павловна, вы говорили о сопереживании. И постепенно мальчик начинает сопереживать бабушке. И ему не важно, ему не важно, где она и сколько ей лет. Я просто прочитаю кусочек. Мама показала мне твою фотографию в блокадном Ленинграде. Там белое пятнышко и головка. Мама сказала, тогда наша бабушка была гадким утенком. Мама своровала фотографию у тебя из сумочки, чтобы ты про него забыла. У гадкого утенка были маленькие крылышки. И смерть подумала, ты ангел. Смерть боится ангелов, потому что они дышат за больных девочек и мальчиков, и они не умирают. Смерть улетела на войну за солдатами, и блокады больше не было. Я рад, что ты превратилась в девочку и родила нам маму. Теперь я буду любить гадкого утенка. Я хочу прижать его к душе. Ты не будешь голодать и жевать бумагу. Это невкусно. Мальчик берет на вооружение рационализм, которому его призывал отец. И когда встает вопрос, что мы будем делать? Мы будем нанимать бэбиситера или мы призовем бабушку, чтобы она ухаживала за маленькой девочкой? и мальчик говорит давайте сэкономим на мое обучение в университете. Давайте позовем бабушку. Конечно, он просто уже не может дождаться, чтобы она приехала. Но бабушке смерть. Бабушка так и не долетела до Америки. И повесть заканчивается таким письмом Аджием. Бабуля, где ты теперь живешь? На небе или в избушке на курьих ножках? Может быть, ты сможешь прилететь к нам в ступе? Ты всегда будешь моей бабушкой. Баба-яга не может умереть насовсем. Папа сказал, теперь к нам приедет Хумавати. Он не видел свою маму 15 лет. Мы ее тоже не видели. Она добрая, потому что баба-яга Хумавати это первое имя бабы-яги. Папа волнуется. У него бывает настроение, Господь милосерден. Я не отправляю это письмо в Москву, чтобы оно было всегда у меня. Я положил его под икону Иоанна Златоуста. Мой святой тоже тебе помогает. Я люблю тебя всей душой. Мой гадкий утенок, моя баба-яга, моя бабуля, твой аджи, планета Земля. И вот после того, как я прочитаю этот кусочек, я задаю вопрос детям. Как вы думаете, это писал счастливый человек или убитый горем? И дети находят, мне кажется, правильный ответ. Счастливый человек, потому что его сердце живет любовь. Ну вот, наверное, это практически самое главное, что я хотела сказать. Может быть, перейдем к вопросам? Уже мы достаточно долго держим людей. Отзывы можно оставить на странице. Я присоединяюсь к модераторам. из альфа-диалоги. Я рада, что нас с вами благодарят, Ирина, что познакомились с вашим творчеством. Очень хорошо сейчас, что прозвучал фрагмент из произведения, потому что те, кто не читал, они не могут только с нашего слова понять, насколько действительно проникновенно написано, и дети это воспринимают. Ну да ладно, Баба-Яга, ну скажем, да, можно похвастаюсь? Скоро ну должна, дай бог, выйти книжка по Франции Баба-Яга. И мне очень нравится, как сказала переводчица прекрасная Адиль Белькидар. Она сказала, эта история, я говорю, Адиль, а у вас не поймут, что это какая-то политическая история. Она говорит, о, Ирина, нет, нет, эта история как история про маленького принца. Она всегда запомнила эти ее слова. Да, это действительно вечная история, история любви бабушки. И поэтому политики там нет. Хотя некоторые родители, конечно, пытаются там эту политику. А как нас, Анталия Евгеньевна, как вы меня защищали, что у меня в Бабе-Яге нет пропаганды мусульманства? Ну там еще был и фашизм, и расизм. Но когда я помогала директору писать ответ департамента образования, пришли брать цитаты, а потом в департаменте надо отдать должное, чиновники прочитали книжку и, разговаривая с родительницей, убеждали, что этого нет, и мягко сказали, вы сначала прочитайте книгу, прочитайте книгу, потом суждение свое высказываете. Там нет ни расизма, там нет нацизма, нет пропаганды войны, как там писала мама. На самом деле всего этого нет. А вот если прочитать даже на первом таком поверхностном уровне восприятия, ты увидишь, это любой бабушки и внука. Я извиняюсь, я пишу спасибо всем, уходит мунир. Но я не знаю, как переключить. Спасибо всем за отзывчивость. Спасибо большое. Можно написать еще вопросы на альфа-диалог, и мы ответим с Ириной Ивановной. Если понравилось, если вы хотите, чтобы мы встречались и с Ириной Ивановной, и с другими писателями, тоже напишите, мы организуем эти встречи. Более подробно с каждым писателем можно по каждой книге поговорить. Мне подсказывают, надо поставить кому. А вот ну, в общем, ничего у меня не получается. Мне хочется всем, а получается мунир, например. Ну, Ну, какие-то, ну, Наталья Евгеньевна, я, к сожалению, прослушала. То есть, что мы будем делать с вопросами, или мы закругляемся? Сегодня мы заканчиваем нашу встречу, но я продолжу эту мысль и повторю. Значит, можно написать вопрос на сайт Альфа диалог, мы ответим, они нам тоже пришлют, мы ответим, и если мы захотим более подробно с какой-то книгой Ирины поговорить, обсудить и посмотреть, как ее давать разным детям, тоже можно обсудить, даже можем приглашать других писателей, кому стало интересно, кто нас не видел, не слышал, приходите на наши другие вебинары, мы будем рады встрече. А сегодня спасибо за внимание. подождите, вот просто вопрос, почему Баба-Яга возникла, да, потому что, значит, с такой, ну как бы ненавистью про русскую бабушку говорит индус, зять, ее зять, она русская, а что там в России, Баба-Яга, Баба-Яга, на что наша Баба-Яга отвечает, я восхищаюсь прозорливостью твоего папы, внучок, он прав, я Баба-Яга, первая Баба-Яга, прародительница ее была в Индии, Тхумава, ее звали Тхумавати. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Дорогие, уважаемые участники вебинара, мы благодарим за то, что вы уделили время, мы благодарим в первую очередь, конечно же, Ирину Краеву за то, что она поделилась и рассказала о своем творчестве. Если у вас остались вопросы, которые вы не успели задать на протяжении вебинара, вы можете, во-первых, сейчас еще написать в чат, если у вас есть такие вопросы, и мы включили вам микрофоны. Если у вас есть желание задать вопрос голосом, вы можете это сделать. Мы с удовольствием вас выслушаем, возможно, кто-то хочет поделиться своими мыслями, эмоциями. Благодарим вас всех за комментарии, Наталья Евгеньевна, благодарим вас за то, что вы делили время и были модератором. И мы хотим вас пригласить уже скоро, 9 июля в 15.00 по московскому времени на вебинар Натальи Евгеньевны «Тема и проблемы юношеской литературы». Вебинар проходит в рамках цикла. Все прошедшие вебинары доступны уже в записи. Зарегистрироваться на предстоящий вебинар 9 июля вы можете, перейдя по ссылке, которая находится в презентации. Во-первых, уважаемые коллеги, вы все получите запись и презентацию, в которой будет материал. Если у вас остались вопросы, вы в ответном письме также можете задать. Их обязательно передадим либо Наталье Евгеньевне, либо Ирине Краевой. Сейчас я открыла страницу нашего сайта и когда вы переходите на наш сайт, вы сможете выбрать интересующий вас вебинар и пройти регистрацию. Можно секундочку? Да, про вашу фамилию, интересную фамилию вы так и не осветили откуда, но и что. Любимая тема. Значит, когда-то я работала в газете труд и была заместителем могилы. Могила сидела в одном кабинете с бедой и все говорили от беды до могилы одна пуля. У моего мужа, который одарил меня столь прекрасной фамилией, есть фотография, на которой изображена Зоя Пуля, по бокам Света Штык и Наташа Сабля. То есть это казацкая фамилия и казакам давали такие фамилии для того, чтобы их уберечь в бою. Мы Севка был, сын был маленький. Мы переехали из города Кирова в Москву. Мы очень боялись, как воспримут мальчика. Скажи, как тебя зовут Сева Пуля? Как? Сева Пуля. Скажи по-хорошему. Сева Пуля. Сева. Но потом мы успокоились, потому что в классе училась Ксюша Коржик, Ваня Лось и Иван Дубина. Москва. Вот. А почему я не взяла эту фамилию? Потому что когда у меня выходила первая книжка, я работала в российской газете, я брала интервью всяких министров в Подмосковье. Я думала, ну меня будут ругать. Ну как-то неудобно потом интервью брать у министра. И спряталась за свою девичью фамилию. Наверное, это было неправильно. Нет, это все правильно, это замечательно. Фамилия у нас интересная. Ну еще напоследок просто. Приехали на Ставрополье, ну тут мы говорим нашему сыну, ну тут уже никто не будет смеяться над твоей фамилией. Тебя маленький сделал круг на карусели, подходит ко мне, смеется и говорит, мама, мальчик смеялся. Я говорю, а ты не спросил, какая у мальчика фамилия? Спросил. Ну и шапка. Ну на этой веселой ноте давайте мы сегодня... Благодарим вас за столь интересную историю. Все пишут, что наконец-таки они отгадали тайну, секрет, да. Призываем вас прочитать все книги Ирины Крайва. Кто еще не читал, обязательно знакомьтесь. В письме вы получите ссылки, где можно приобрести, скачать, да. Так что всю информацию полезную у вас будет... Вся информация полезная вам будет выслана. Ну и, конечно же, я напоминаю, что все вебинары мы не просто так организуем с издательствами, да, с детскими писателями. У нас сейчас продолжается замечательный цикл по современной детской литературе с Натальей Евгеньевной Кутейниковой. Также мы хотим сказать, что до этого у нас был цикл по современной литературе с Марией Александровной Черняк. Кто пропустил, да, кто не смотрел вебинары, кто еще не проходил этот цикл, у вас есть возможность, все вебинары недоступны в записи, очень много полезной информации. И на нашем YouTube-канале выложены записи с такими издательствами, как Комбас Гид, Самокат, да, все это очень помогает для того, чтобы подготовиться к вебинарам с Натальей Евгеньевной. Ирина, мы благодарим вас за участие, ждем новых встреч с вами, были рады вас видеть. Дорогие коллеги, дорогие ребята, дорогие родители, спасибо, что делили время, у многих уже сейчас очень поздно. Наталья Евгеньевна, спасибо вам большое, ждем новых встреч с вами уже 9 июля. Спасибо всем, спасибо за диалогу, рада всех видеть. Всем здоровья, всем здоровья и радости. До свидания. До свидания.